Облачно, сильный ветер, дождь, а временами и мокрый снег. Такая погода царила на Брещене в последние дни октября. Виновник ураган Гервард хозяйничал в нашей стране недолго, но его присутствие сложно было не заметить. Однако синоптики утверждают, ничего необычного в появлении циклона нет для осени, а не характерны. 29 октября погоду ухудшил мощный атлантический циклон, который смещался с Юго-Балтики через северо-восточные районы Республики Беларусь. И он далее ушел на европейскую территорию России. 29-го мы находились в зоне фронтальных разделов, а 30-го в тылу этого мощного циклона. Поэтому погода стояла ветреная и проходили осадки. Отличительная черта циклона – низкое атмосферное давление. Чем характерен данный циклон? Тем, что давление было очень низкое. 29 октября в Бресте зафиксировали 957 милибаров. Для октября это самое низкое за весь период наблюдений давления. Если перевести в миллиметр ртутного столба, более привычный, это 718 мм ртутного столба. На 30 пунктов ниже, чем октябрьская норма. В ближайшие несколько дней осень слегка ослабит хватку, обещают синоптики. Однако и слишком баловать ноябрь не станет. Есть большая вероятность, что ближе к выходным термометры покажут устойчивый минус. В четверг-пятница погода будет определяться прохождением активных атмосферных фронтов. И поэтому ожидаются дожди. Ветер паровистый до 14 метров в секунду. И температура воздуха несколько теплее. Ночью плюс 3, плюс 8. Днем 5-10 градусов тепла. В выходные дни, вслед за фронтальными системами, которые будут отходить на юг России, придет область повышенного атмосферного давления. Дожди будут прекращаться в субботу. Они пройдут местами и будут кратковременные. А в воскресенье уже преимущественно без осадков. Но несколько прохладнее относительно четверга и пятницы. Ночью 0, плюс 5. Возможен слабый минус. А днем плюс 4, плюс 9 градусов.